Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. Это видео закачаю на всех параллельных каналах, поскольку будем говорить сегодня не только о русском православном царе, но и будем работать с библейской терминологией и с текстами Библии и Корана. Мы должны сегодня понять, можем ли мы русского православного царя называть Мессией. Итак, приемлем ли для него этот термин? Дело в том, что среди блогеров на YouTube-канале, в соцсетях достаточно много людей, которые называют себя этим термином. Дорогие мои, это очень узкое понятие. Когда люди так себя обозначают, то вы можете сделать сразу однозначный вывод. Они далеки от понимания богодуховенных текстов. Они некомпетентны вообще в данном вопросе. А значит, они несут вам лжеинформацию. Поскольку Мессией у нас является Иисус Христос, Сын Марии. Об этом говорят все богодуховенные тексты. И когда кто-то себя объявляет вторым пришествием и говорит о том, что он пришел вместо Иисуса Христа, это тоже люди, которые вам лгут. Очень многие из вас путают два понятия. Мессия и миссия. Что такое миссия? Слово миссия произошло у нас от латинского слова посылать. Любой человек, любая душа посылается в этот мир для того, чтобы выполнить определенную задачу, определенную цель. Мессия – это человек. Который выполнил определенную миссию. Поскольку речь идет об Иисусе, и я вам сейчас это докажу, то, конечно же, он пришел для того, чтобы донести до нас благую весть. В первую очередь о Боге, который нас создал, о заповедях, о воскрешении человечества. И он доказал то, что мы можем стать бессмертными, живя по заповедям, будучи праведными. Итак, сейчас я вам зачитаю цитаты, которые доказывают, что Иисус является миссией. И этот термин связан именно с его именем. Я записала вам эти цитаты на доске. Сейчас я вам их зачитаю. Начну я с благовествования Туана, главы 1, стиха 41. В нем говорится о том, что соотечественники Иисуса, найдя Иисуса, сообщили о том, что они нашли миссию. Итак, мы нашли миссию. Мы нашли миссию, что значит Христос. Итак, миссия обозначает Христос. Смотрим следующую цитату. 25 стих. 4 глава святой благовествования Туана. Женщина говорит ему, знай, что придет миссия, то есть Христос. Это у нас диалог женщины с Иисусом. И он говорит, да, это я. Итак, женщина говорит ему, знай, что придет миссия, что обозначает, то есть Христос. Итак, миссия это Христос. Насколько мы знаем, Христос это Иисус, сын Марии, сын Девы Марии. Смотрим теперь на те цитаты, которые у нас присутствуют в текстах Корана. Здесь четко обозначена конкретика и указывается на то, что это сын Мария. Может ли на сегодня кто-либо из вас похвастаться, что он является сыном Марии? Я думаю, что нет. Итак, начнем с цитаты. Это у нас третья сура семейства Имран. Сороковое или сорок пятый аят, разные переводы. Вот сказали ангелы, о Мария, вот Аллах радует тебя. Вестью о слове от него, имя которого Мессия, Иса или Иисус. Итак, Мессия это Иса или Иисус. То есть, если здесь сказано, что Мессия это Христос, то здесь мы видим, что Мессия это Иса или Иисус. Итак, исходя из этих цитат, мы приходим к выводу, что Мессия это Иисус, который является Христом. Мессия это Христос или Иисус. Или Иисус Христос. Зачитываю остальные цитаты, которые дают нам уже четкую конкретику в текстах Корана. Сура четвертая, женщины, 171 аят. Мессия Иса, Иисус, сын Мария, Мария является посланником Аллаха. Его словом, которое он послал Мария, Мария и духом от него. Итак, Мессия Иса, Иисус это сын Мария. Смотрим еще следующую цитату. О, сыны Исраила, ведь Мессия Иса, сын Мария, только посланник Аллаха. И его слово, которое он бросил Мария, и дух его. Еще смотрим цитату. И сказали, воистину мы убили Мессия Иисуса, сына Мария, опять конкретика, посланника Аллаха. Ну, я вам сейчас назову номера этих сур. Это у нас была сура женщины, 156 аят. И следующая цитата была из суры женщины, 171 аят. Ну, в принципе, достаточно легко будет найти эти аяты, если вбиваете, тег просто вот Мессия, Иисус, Коран. Итак, мы определились, исходя из этих цитат, что Мессия – это Иисус Христос, сын Мария или Мария. Поэтому русский православный царь быть Мессией не может. Он может прийти с определенной миссией. Миссией, например, Утешителя, которую мы обсудили в предыдущем видеоматериале. Но Мессией никто быть из нас не может. Самое интересное, что среди желающих стать Мессией есть люди, которые уверяют остальных, что они пришли как реинкарнации. Дорогие мои, если Иисус Христос воскрес и вознесен на небеса до определенного срока, то зачем Ему появляться на земле через реинкарнацию, то есть заново через рождение, если Он уже в нетленном теле, или вы считаете, что это нетленное тело Его несовершенно, все тексты доказывают то, что во время второго пришествия придет именно Он, Мессия, или Иисус Христос. Я сейчас вам зачитаю эти цитаты. Послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 15. 16 достаточно. Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Трубе Божией сойдет с неба. Итак, сам Господь сойдет с неба. Смотрим дальше. Это уже Святое Благовествование от Иоанна, 16 глава, 16 стих. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Значит, все-таки увидите мы Иисуса Христа. Смотрим, да, второй стих. Ну, я увижу вас. Итак, Он нас увидит. Значит, встреча состоится. Смотрим. Деяния Святых Апостолов, глава 1, стих 11. Си Иисус, вознесшийся от вас в небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. То есть, Он придет с неба. Таким же образом, как и взошел на Него. И нам говорится о том, что Он сойдет с неба. Поэтому говорить о том, что второго пришествия не будет, нельзя. Есть еще одна цитата, которая говорит о том, что мы достаточно интересно встретимся с Ней в этот день. Я говорю сейчас о праведниках. Это первое послание к Фессалоникицам, глава 4, стих 17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках, с ретением Господа, на воздухе. И так всегда с Господом будем. То есть, те люди, которые останутся в живых и встретятся с Иисусом Христом или с Мессией, они воскреснуты и будут способны что сделать? Восхититься. То есть, как бы приподняться в воздух. Их тела поменяют свою структуру. Они станут легкими, то есть, они станут нетленными. Но это доступно будет только праведникам. Здесь вещь идет о восхищении, о сретении с Господом. Эту способность они и в дальнейшем не потеряют. Поскольку, если мы обратимся к текстам Евангелия, то там описывается уникальность нетленных тел. Когда Иисус воскрес, и Он пришел затем к Своим ученикам, Он способен был пройти сквозь стены. Ему не нужно было открывать двери. Несмотря на то, что Он не был просто Духом, и Он это обозначил во время диалога, Он попросил их потрогать Его. Потрогайте Меня, Я не Дух, поскольку Дух плоти и костей не имеет. Я плоть. Плоть другая. И Он доказал то, что Он плоти, когда Он кушал. Но плоть в плоти рознь. Это уже была плоть нетленная, поскольку тленный человек не может пройти сквозь стены, не может передвигаться достаточно быстро на огромные расстояния, что описывается в текстах, не может менять свое обличие, не может приподняться в воздухе. Все это описывается в текстах Евангелия. В текстах Нового Завета Поэтому мы должны ожидать нашего Мессию Иисуса Христа, веровать в то, что встреча состоится, поскольку если Он не придет, то и мечтать о нашем воскрешении смысла нет. Мы делаем вывод, что никто на сегодняшний момент не может себя называть Мессией, поскольку Мессия у нас один. Мессия это у нас Иисус Христос, Сын Марии или Мария. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok